А сегодня, ребята, мы отправимся изучать дебри китайского интернета. Большой всем тюлений привет! С вами на связи Аркадий Толкинвейт, и у нас сегодня такое необычное видео, потому что новостей по Genshin Impact особо нет. Но я бы вам хотел поведать о некоторых вещах, непосредственно отдаленно связанных с Genshin Impact. Ну как отдаленно? С мерчендайзом Genshin Impact. Если вы не знаете, то у Genshin Impact есть официальный мерчендайз-магазин на Таобао. Кто не знает, что такое Таобао, Таобао это большая торговая площадка непосредственно в Китае, которая находится. И в принципе, при желании, нам заказывать оттуда можно, но достаточно проблематично это делать. Но в любом случае, прежде чем мы там что-то будем заказывать, надо вообще знать, что нам предлагается там купить. И давайте пробежимся непосредственно по товарам, которые есть в официальном магазине, а также посмотрим на товары, которые есть у нас на Алиэкспрессе, которые более привычны нам, как русским пользователям. Итак, давайте начнем сначала с официального стора. Ссылочку на него я, само собой, вам оставлю в описании. Поэтому, если вдруг кто захочет что-то отсюда приобрести, залетайте, приобретайте. Но, честно говоря, сами лоты, которые здесь находятся, не особо сильно мне понравились. Возможно, вам они понравятся больше. Что мы здесь видим? То есть, вначале тут разнообразные предложения скидочные. Очень сильно на Таобау любят предлагать, типа, покупаешь за определенную сумму товар, и тебе, возможно, пришлют товар с каким-то бонусом. Вот, в частности, вот здесь вот видно то, что можно приобрести с каким-то либо бонусом, да. Делается это, ну, по нашей привычной гачи-механике. Но, честно говоря, сколько раз я не заказывал такие вот рандомные луты, они всегда приходили по минималке. И поэтому мы обязательно рассматриваем только то, что нам гарантированно можно купить. А за 89 условные валюты, которые, по-моему, это юани, если мне память не изменяет. В общем, примерно вот эту вот стоимость умножаете на 12, и вы будете получать сумму в рублях. Ну, плюс еще, само собой, доставки. То есть, здесь у нас игрушка Барона со своим пакетиком. Выглядит она достаточно прикольно. Но, судя по всему, по размеру она будет небольшой. Возможно, размером с голову, но, в принципе, для коллекции пойдет. А дальше у нас брелки и вот это вот, как я понимаю, либо наклейки, либо магнитики. Вот любят китайцы вот такую вот всякую мелочевку делать, и ее потом после этого толкают. Это, скорее всего, насколько я помню, коврик. Ну, а дальше у нас идет еще более-менее что-то интересное. Это, в принципе, небольшие такие вещи, в принципе, распечатанные на каких-то листах, по-моему, в пластике. Ну, в общем, что-то наподобие бюджетного варианта для маленьких фигурок. И при этом еще дают наклеечку сверху, если вы будете приобретать. В принципе, не сказать то, что это такая прикольная вещь, но для коллекции куда-нибудь так поставить на полочку, в принципе, пойдет. А вот дальше уже более-менее интересно, потому что здесь уже идет такой хороший мерчендайз. Потому что здесь у нас идет единственная фигурка, которая есть в данный момент. Это фигурка Пайман. Многие ее уже видели, но, в принципе, вот так она прикольно выглядит. 229 на 12. Ну, это почти 3000, да, выходит. И, в принципе, за 3000 она будет, скорее всего, достаточно небольшая, да. А плюшевая Пайман тоже. Но, честно говоря, плюшевая Пайман выглядит немножечко ужасно. Это вот, я не знаю, это чуть-чуть на гобу похоже, но, с другой стороны, гоба без перчика, что-то как-то не смотрится. А вот, вот хиличурлы, вот это вот мне нравится. Потому что это, по-моему, рюкзачок небольшой хиличурла, а это маленький брелок. В принципе, выглядят вот эти вот два хиличурла реально прикольно. Давайте посмотрим вообще, что из себя они представляют. Да, я был, в принципе, прав, это и так и есть большой рюкзачок в стиле хиличурла, да. Вот видите, здесь вот есть такая фотография, и, в принципе, выглядит он достаточно прикольненько, ковальненько. Поэтому, если вдруг он вам приглянулся, то можете рассмотреть себе такой вот новогодний подарок. Ну, а второй хиличурл, это маленький такой брелочек, да. Вот так он выглядит, 10 на 10 сантиметров. Такая маленькая ковальненькая штучка, которая еще, кстати, с музыкой в попке. То есть, его можно заводить, и он будет так вот прикольненько пищать, или что он там будет делать. В общем, вот этот маленький хиличурл лично мне, в принципе, нравится. Ну, а дальше здесь идут уже стандартные, да, то есть, большие картинки, по-моему, это как раз, или это папка, не помню, что такое. Брелочки и повторение всего, то, что мы видели сверху, ну, уже в большом количестве. Но это еще не все. Потому что вишенкой на торте будет вот такая вот кружечка с бомбами маленькой кли. Реально, вот это вот единственный мерчендайз, который стоит своих денег. Особенно вот такая вот миляшно выглядящая кружка. Единственная проблема, конечно же, то, что ее очень большая проблема будет доставить. Но она стоит 89 на 10, это примерно, ну, тысяча рублей, да, у нас получается. Если мне память не изменяет, да, примерно плюс-минус. Но с доставкой, конечно же, эх, возможно, когда-нибудь я себе ее закажу. Ну, кто знает, когда. И если вы вдруг соберетесь заказывать с Таобао, то лично я вот вам посоветую воспользоваться вот этим вот сайтом Chinatown. Потому что именно я им уже неоднократно пользовался. Вот давайте даже покажу. Вот здесь вот я заказывал у них достаточно много, да, то есть не на большие суммы. Но по Эдену я заказывал у них. И реально через них достаточно удобно заказывать. Плюс не такая большая наценка получается. Поэтому если вдруг что-то Стаобао, то, пожалуйста, через них реально такая лично от меня совет. Ну, а теперь давайте окунемся в дебри настоящего Китая. Потому что где, как ни на Алиэкспрессе, можно найти всякий трешачок неофициальный, который можно рассмотреть. Здесь, как вы видите, реально полным-полно всякого и не очень хорошего. Но давайте посмотрим на наиболее интересные продукты, которые я для вас подобрал. Начнем, пожалуй, вот с такой вот с ростовой подушки. Честно говоря, не помню, как они называются. Но я знаю то, что это огромные подушки, которые некоторые хиканы любят обнимать со своими любимыми вайфу. Поэтому если вдруг тебе хочется Эмбера, либо Кицинку положить рядом с собою, либо же даже Джинн, ну, если у тебя так все плохо с реальными девушками, то можно заказать себе такую подушечку. Кстати, это не целиковая подушка, это только наволочка. Целиковую подушку придется искать где-то у себя. Ну и стоит всего лишь полторы тысячи с доставкой. Далее у нас идут вот такие вот разнообразные слаймы. То есть, как вы видите, это слаймы-подушечки. В принципе, я достаточно удивлен, что стоят они достаточно дорого. То есть, маленькие, допустим, стоят по 500 рублей, а большие по 1200 и дороже. В зависимости, видимо, от размера или от комплектации. Вот видите, большой и пачка маленьких. Маленькие это будут, видимо, такие же, как и на сумку, такие брелочки, а большие уже как непосредственно подушечки. В общем, если вам вдруг захочется, тем более, вот тут есть даже вот такие вот большие, которые со шлемами. Честно говоря, выглядят они немножечко ужасно, но в крайнем случае, если вы крайне большой фанат, то можно, само собой, это тоже рассмотреть. Ну и никто не убирает китайские пародии на официальные товары. То есть, вот такого же большого хиличурла можно купить. Здесь точно также можно купить маленького хиличурла. Но я бы не стал рисковать, потому что никто не знает про качество этих товаров. Возможно, они, конечно, будут хороши, а возможно и не очень. Поэтому я бы на вашем месте не рисковал. Ну и само собой можно приобрести разнообразные ветровочки. То есть, разных цветов, расцветок, с непосредственно разными артами. Но если вы присмотритесь, то название Genshin Impact на всех на этих футболках или же кофтах будет написано неправильно, да? Потому что китайцы хоть как-то пытаются не попасть под условия, по крайней мере, своих же китайских собратьев. То есть, вот если здесь посмотрите, да? Вот по центру написано правильно, да, Genshin. А вот на самой рукаве написано неправильно, да? Ох уж эти пройдохи китайцы. Ну и закончим, наверное, обзор Алиэкспресса по Genshin Impact. Это большими наборами по косплею. Да, вот в частности, здесь можно найти косплейные наборы по всем абсолютно персонажам, да? Вот Тарталья вышла, да? Вот у нас вот есть косплейный наборчик по него. Я знаю то, что... Да, я подозреваю то, что он будет достаточно говняным, но сам факт, что китайцы вот в таком вот большом количестве делают уже наборы для косплея. Возможно, то, что в Игромире мы уже увидим их в большом количестве. Всяких вот таких вот бюджетных девочек, бегающих в таком костюме. Кстати, надо купить себе костюм Пайман и попробовать себя нарядить в него. Правда, я буду слишком пухлая Пайман, но кто знает, может быть, пухлая Пайман это то, чего мы ждали. Да, интересно, в какой из костюмов я залезу? В костюм Делюка, то я вряд ли. Да, я слишком пухленький. Я срочно требую костюм пухлого Фатуя. А то как бы не канон, да? Пухлый Аркадий без пухлого Фатуя. Ну и еще в заключение хотел бы рассказать вот про такие разнообразные коробки, которые можно встретить по Алиэкспрессу на разные тематике. В принципе, это достаточно говняненькая штука, потому что здесь внутри вы получите пачку значков, пачку открыток, пачку наклеек, пачку брелочков. Ну, в общем, все то, что, в принципе, можно заказать в любой типографии. Да, но будет это все выполнено в красивой коробочке. И поэтому, если вы вдруг что-то хотите такое заказать, и непосредственно, чтобы просто это было красиво, то можете заказать. Но, честно говоря, я бы не стал. Вот такие вот товары ожидают всех вас на Алиэкспрессе и на Таобао. Если вы что-то вдруг уже себе приобрели, то обязательно пишите об этом в комментариях. Честно говоря, мне было бы интересно услышать ваше мнение, как вам такие вот товары по Genshin Impact. И если, само собой, что-то заказали, напишите, что и как вам оно понравилось. В общем, надеюсь, вам все понравилось. С вами на связи был Аркадий Толкенвейд. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok